всем привет ребята всем доброе утро кстати у меня утро сегодня встал вчера я проехал сколько 219 миль с базы выехал но время уже было позднее решил заехать это у нас еще калифорния не дал здесь я остановился поспал его сегодня буду выезжать сегодня мне полный рабочий день 11 часов я выезжаю на опять еду на мая диспетчер сказал что я еду до самого конца без всяких перецепок но сказал что может быть вытащить мне 5 трейлера я поеду обратно вот спасибо всем кто меня смотрит подписывайтесь на мой канал ставьте лайки не забывайте оставляйте комментарии всем удачи приятного просмотра мы поехали так ну все ребятки мы поехали работать и снова у нас как в америке говорят another beautiful day очень еще один прекрасный день нашей жизни и мы выезжаем в этот прекрасный день работать пропустим час фред лайнеров и поедем давайте быстрее ребятки все сбоку поехали мы идем мы на сороковку из на восток на восток и все мы на фривей тепленько хорошо на улице лето лето в калифорнии впереди легковая машина едет и на уэстейшн поехала проверяться перепутал мужик линии и ушел на этот ну и и что ты остановился езжай это не для тебя на вольве оклахомовские номера проехал в инстейшн ой да а я сейчас уже еду в нью-мексико заехал проехал в инстейшн сейчас думаю заеду на 16 мили в галапе заеду надо будет заправиться и наверное сделаю я перерывчик 30 минут которые надо делать и будем ехать сегодня у меня планирую доехать до конца нью-мексико это где-то 369 миля если все будет хорошо а если нет то до 333 это токумкаре да этот перекресток как я его люблю а очень выезжать здесь сложновато там машины идут и не выехать быстро отсюда вот давай 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 вот так вот ждал ждал когда машина поехала он стал выезжать на улице ветер оказывается что то вас много здесь товарищи да и так вот стоишь чтобы выехать они еще самый последний момент поворотники бывают что вообще не включают все поворачивают на фривей и стоишь ждешь прямо едет или направо поворачивает ну а мы повернули еду я на travel america заправляться соляра у нас здесь сколько 309 солярка это хорошо так теперь теперь я думаю заправлюсь а потом уже буду делать перерыв так и кто у нас уезжает я думаю здесь встану и все ну все заправились мы заправились мы 160 коллонов на 496 долларов а сейчас я на парковочку поеду и будем стоять 30 минут в это время как раз перекушу и можно будет опять ехать не можно еще ехать сегодня 5 часов 23 минуты у меня времени есть так что сегодня до конца не мексика нам должно хватить так сейчас мы заедем вот здесь есть места запаркуемся как то вот так вот так вот мы встанем и будем стоять и и снова у нас мексика и снова у нас трафик сейчас мы на тридцать четвертой миле до тридцать девятой мили у нас трафик сейчас долго там ремонт дороги и все сходятся в одну в одну линию все сгоняет и создался трафик у нас а я думал его проскочу но увы не проскочил ну вот подобрались а мы уже почти к констракшену к ремонту потеряли мы 20 минут даже больше чуть больше 20 минут потеряли вон вон пихаются пихаются в зад все равно не пущу и рифер и так вон ряша трейлер аж на раз на второстепенной дороге лежит индусы индусы петербилд вон впереди фольксваген наверно сейчас кап его поймает ну да я ехал 70 он меня обгонял да точно он за ним вот так вот здесь спидлимит 70 я шел 70 меня обгонял фольксваген и нарвался на тикет дорогой а мы продолжаем движение заехали в оклахому уже едем по оклахоме сейчас думаю заехать на 140 x надо заправиться и наверное там сделаю 30 минут брейк и поедем дальше сегодня если все будет хорошо где-то в мизури мы уже будем ночевать впереди ниссан едет в талки у него номерной знак лена лена за рулем да еду я по оклахоме еще сейчас буду подъезжать к оклахома сити думал заправляться но передумал поеду дальше у меня еще соляры хватает так что буду ехать так что буду ехать вот вестейшн закрытый сегодня суббота кстати закрытый вестейшн не доехал мужичок заснул в раскорячку встал на парковочке и спит кстати всем доброе утро я нахожусь в мизури на 163 мэкзите уже по 44 фривей вчера заехал лег спать лег спать и всю ночь всю ночь меня поливало ой поливало и гром и молния сверкала все всю ночь а сегодня утречка встал уже небо чистенькое красивенько хорошо сегодня у нас воскресенье и сегодня в Америке у нас праздник день отца так что всех отцов поздравляю с этим праздником пусть вам способствует во всем удача всем удачи на дорогах в жизни ну а мы сейчас оформляем ловбук и будем выдвигаться сегодня у меня последний отрезок пути до уже до Ахая до базы и там уже будем посмотреть что дальше он нам диспетчер скажет что уже будем делать а уже тепло оно не то что здесь тушно парит конкретно сегодня уже темно на улице с утра было 70 градусов по фаренгейту жарковато уже ну чё не будем терять времени едем работать ну что все оформились все сделали теперь можно ехать дальше на улице уже потеплело уже 81 градус тепло а мы сегодня будем ехать целый день сегодня у нас предстоит проехать получается Мизури с Мизури и Линой с Индиану и Ахая сегодня у нас сколько раз два три четыре штата сегодня проедем и приедем дождик помыл трак мошкару мошкару отбил от зеркал от всего так хорошо окно чистое ну все с богом сейчас выскакиваем на фривы уже на 44 на Ист еще на восток едем так куда у нас там никого нету трава зеленая сочная ах сюда бы какая красивая природа ну все едем дальше следите за движением всем доброе утро ребята вот вчера вечерком доехал до Ахая уже до Ричвилда здесь взял трейлера сейчас проверю колесики все проверим и будем выезжать обратно на Калифорнию так все брызовички есть колесики нормальные все нормально все хорошо так и можно выезжать вчера вечером приехал туман такой был сильный потом ночью дождь пошел опять туманчик у нас уже все на работу съезжаются здесь в офис а мы поедем работать обратно на Калифорнию поедем вот затоварился взял дворнички себе и омыватель стекла всякое не покупать на тракстапах на тракстапах дороже покупаем все а мы так вот на базе возьмем и не будем покупать время тратить на покупки с на 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 как вы? я хорошо я буду дома я уже готов? да я просто пришел сюда потому что я нужна ну давай, удачи себе удачи, счастливо а я отъеду на посуды гулять я знаю драйвер, ты меня, бейби все, загни ясно а немного чего нет понятно ну давай, удачи тебе давай, удачи, счастливо пока-пока давай вот так вот у одного драйвера водителя у нас родилась бебечка и механик едет на деливере на разгрузку ну все вперед с богом в обратный путь туманчик на улице пасмурно всю ночь дождик шел так хорошо было так, а мы выскакиваем на 271-й фривей на юг и едем в сторону Колумбуса заехал в Иллинойс заехал в Иллинойс а здесь у меня дождиком встречает Иллинойс и хорошим дождиком ах, как хорошо когда дождик ах, как хорошо только не тормозит так, только не тормозите никто едем нормально так, все у нас дождик поливает заехал я уже в Иллинойс сейчас я заправляться здесь буду так, а вы мне не тормозите тут дождик а дождик все шпарит так, ну шо вы тут мне ж надо уходить на экзит а вы тут медленно едете правая сторона закрыта но я думаю, экзит будет открытый так, где тут наш экзит чтоб не проскакивать подскочить алё здоров я Эйфенхамин я съезжаю сейчас на заправку заправиться надо так, ну шо давай, зелененький нам поехали, поехали, друзья поехали и так, сейчас заеду на Travel America заправлюся и поедем дальше не, я здесь, кстати во я сейчас здесь заправлюся и наверное я сделаю перерыв 30 минут этот брейк обязательный и конечно же перекушу заедем мы сюда какой форт Oldsmobile стоял так ну как то так ну что, мы заправили заправились мы заправились мы 175 галлонов на 542 доллара а здесь у нас соляра стоит галлон 3 доллара 9 центов хорошо так, ну что а мы едем сейчас на парковочку и там мы делаем перерывчик перерывчик сделаем и поедем дальше перерывчик перерывчик на улице дождик идет пока сходил аж намок а сходил в этот за реситом сходил аж замерз не замерз аж намок вон вон надо стекло промыть хорошо ух ты, молния сверкает вон волния сверкает так, сейчас встанем чтоб нас опять никакой лендстар не блокировал как в прошлый раз сейчас мы вот так встанем волк, он гремит вот так мы встанем потом выйдем сразу как красиво будет все ну что друзья остановился я уже в Тексасе это 143 ель сеттурный уже по 40 фривэю, остановился здесь, сделал брейк 30 минут и пообедал. Многие меня спрашивают, сколько зарабатывают дальнобойщики в Америке. Начнем с того, что есть в Америке много заработков на траках, есть у нас драйвэйн, допустим, на риферах, которые ездят, которые ездят на флэтбэйтах и на кархоллере, которые машины возят. Я хочу рассказать вам, так как я езжу на драйвэйне, я расскажу, сколько получает дальнобойщик, ездя на драйвэйне. Вот такая здесь парковка в Тексасе. Это бетон сняли с фривэя и кусочками уложили здесь, как паркинс сделали, такой неровный такой. Это вот белая полоса, это белая полоса по краю фривэя. Вот такая здесь у нас парковочка. Выложили, так уже все продавливалось. А не надо было выложить, да еще чем-то залить, то вообще было классно. Ладно, мы продолжаем движение. Так, ну что, выезжаем мы отсюда. Надо развернуться нам по этим колдобобинам. Так, и где же у нас выезд? На улице жарко, 91 градус. Солнышко светит. Вчера было целый день пасмурно. Сегодня солнышко светит у нас. Здесь в Америке платят от Майлов. От Майлов. Сколько ты Майлов проехал, за столько тебе Майлов заплатили. В среднем драйвэйн платит 48 центов за милю. Это в среднем. Где больше, где меньше. Давайте возьмем калькулятор и посчитаем. Если драйвер еще делает загрузку-разгрузку, то получается он еще в разных компаниях по-разному платит 50 долларов, 100 долларов. Наши, допустим, как в нашей компании, то платится 25 долларов. Это разгрузка, загрузка. В других компаниях еще платится, допустим, если у тебя три разгрузки, одна загрузка, то загрузку и одну разгрузку тебе не платят, а платят только за две разгрузки по 25 долларов. наши компании платят по 25 центов ой по 25 долларов плюсы мая допустим возьмем мы еще но по городу накрутим там платье счет и 300 это мы приехали на из пост это мы приехали лево х или и плюс еще там накрутили допустим давайте возьмем 200 плюс 200 200 майло еще боль накрутили это получается для пицца и обратный путь 2 300 плюс 2 300 на калифорнии допустим и у нас получилось от 4 800 мая 4800 мало мы проехали вот эти майлы мы умножаем на 48 центов и получается у нас заработок 2 304 это чистой чистые майлы чистые майлы мы получили 2304 в среднем водитель делает в месяц три рейса это давайте умножаем на 3 получается у нас 6912 долларов в месяц это если по 48 центов есть компании которые платят побольше и плюс еще туда входят допустим разгрузки загрузки простое какие-то компания простое платится 50 100 долларов допустим а других компаниях платится 20 долларов каждый час если ты простаиваешь то допустим если ты стоишь на разгрузку или загрузки и по закону компания facility может держать два часа если больше двух часов и драйвер это сообщил компанию компания выбивает у брокера деньги за то что тракт простаивает на деливере то есть на разгрузки загрузки и тогда платится драйверу 20 долларов за час сколько он там еще больше просто сколько простое вот возьмем давайте это мы получается в месяц заработали 612 долларов умножаем на 12 месяцев и получается у нас восемьдесят две тысячи девятьсот сорок четыре мы получили в год но это грязные 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 грязная зарплата а еще от этой зарплаты от грязный вот мы делали платим налоги потому что компания работает на форму 1099 и такая форма есть это как self-employment это как работаешь ты на себя и есть еще компании которые добыл youtube форма добыл youtube форма в компаниях это они с уже минусуют сами с каждой из чета они минусуют уже налог здесь с этой с этого налога надо отнимать еще 30 где-то 33 процента от этой суммы тогда ваша ваш чистый заработок идет компании так что ребята кто говорит что на и траках хорошо зарабатывается до грязными она красиво получается но еще отнять налоги и что получается ничего ну так жить можно для поддержки штанов нормально и многие работают и вообще вообще в америке драковой бизнес он так развитый что всегда ты можешь заработать на нем деньги я всем говорю что сделали права ком и коммерческие они есть не просят они будут у тебя лежать как бы ты будешь ездить на своей легковой машине но время пришло ты всегда сел если вдруг у тебя что-то получилось в жизни работу потерял или чё всегда сел на трак чуть-чуть поработал как говорится заработал для поддержки штанов денежки и можешь опять искать работу вот так вот вкратце я вам рассказал сколько зарабатывает драйвер водитель в америке на траках всем удачи спасибо кто меня смотрит кто подписывается на мой канал не забывайте ставить лайки удачи всем увидимся в следующем видео